Закончил я Львовский политехнический университет. Давай поговорим о том, как вам преподавали. На третьем курсе я уже хотел бросать университет. А какие ресурсы ты использовал для того, чтобы изучать JavaScript, например? Расскажи о своих проектах по программированию JavaScript, которые были до переезда в Америку. Я даже раз не прочитал реально хорошо имейл и пошел на Wall Street на вакансию бухгалтера. Чем этот стартап должен заниматься, чтобы тебе было интересно там работать? Я думаю области. Что угодно, кроме финансов. Финансовая сторона мне уже... Ты чуть не стал бухгалтером, а так что? Нью-Йорк и Долина. Долина, однозначно. Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog.TV и в Кремниевую долину. Мы сейчас находимся в Стэнфорде, в самом центре Кремниевой долины. Рядом со мной Святослав. И он работает в Тесле. Расскажет нам свою историю переезда и о том, как ты проходил собеседование в Теслу. Как тебе там работается? Да, конечно. Ну тогда давай поговорим о Тесле. Компания очень интересная. Мне кажется, многие мечтают там работать. Расскажи, как они на тебя вышли через это Elite Prime. Ну и вообще о вашем общении во время собеседований. Это было долго и стрессово. Первый, в принципе, раунд это просто звонок и разговор с рекрутером. Он тебе рассказывает о проекте, о требованиях. Очень такой хай-левел разговор, наверное, на минут 5-10. После этого они прислали мне уже техникал тест, по-моему, на 2 часа. Я его сделал, отправил им обратно. Фидбэк пришел очень быстро и они уже меня сразу назначили тогда, по-моему, по скайпу техническое. А что, поподробнее остановись вот на этом моменте, как техникал тест, что он представлял собой? Дается 2 часа, ты не можешь там не останавливать, ставить на паузу ничего, то есть нон-стап. Первая часть это было, нужно было создать UI-интерфейс, просто который отобразить с ресурса все картинки. Ну и тебе они присылают как бы макап, как оно должно выглядеть. И, соответственно, ты должен уложиться, наверное, в час. Потому что вторую половину это алгоритм. И это у меня заняло только сама, наверное, UI-ная часть, полтора часа. Я уже был такой в спешке очень. Ну а потом, что после... Ну то есть это было такой онлайн, но это не фонт-скрин. Нет, не фонт-скрин. Интересно, то есть у них другая система, да? Да, фонт-скрин уже был потом, но как бы технические детали никто уже так не углублялся. Они спрашивали более так о проектах, о моем опыте работы. Ну это было тоже удаленно, вы по телефону пообщались? Хорошо, а что касается он-сайтов, как у них проходит этот процесс? По-моему, было то ли четверо, то ли пять человек, которые меня, собственно, интервьюили. Они были друг за другом или это было панельное? Да, да, да. Это друг за другом. Наверное, все собеседование заняло от трех до четырех часов. Мне кажется, это здесь стандартный процесс. Ну да, я даже сказала, если три часа, то даже маловато. Ну, расскажи о том, с каких частей она состояла, что это было, там, не знаю, поведенческие интервью, технические, да? Да, в принципе, первое, это было с их UX-специалистом. Это, собственно, человек, который искал себе кандидата в команду. Там более было уже креативные такие задачки. Он просто давал, вот, есть такая у нас проблема, это десктопная аппликейшн. Нужно придумать, как это будет выглядеть на мобильном девайсе. Потом это было техническое, такое уже, там, алгоритмы, какие-то задачки. И, там, очень уже глубоко, как работает фреймворк объяснить. После этого разговор с менеджером, в принципе, здесь вот было более такое поведенческие вопросы, там, и, соответственно, со стороны бизнеса они уже больше интересовались. А ты помнишь, какие тебе вопросы задавали конкретно? Ой, только помню, они спрашивали, как бы я, не знаю, problem solution нашел. Если есть конфликт между бизнес-сайдом и девелоперами. А что ты ответил? Ой, я уже не помню. Я тогда нервничал нереально. Это такое первое мое очень серьезное интервью. У меня спросили что-то нетехническое. Я не очень был готов, но как-то я выкрутился. Ну, судя по всему, прошел все-таки его. Ну, хорошо, вот сейчас ты уже работаешь в этой компании. Сколько ты там уже работаешь? Шесть месяцев. Шесть месяцев. Расскажи, как устроен рабочий процесс в Tesla. Ты работаешь full-time или контракт? Нет, я full-time. Full-time. Хорошо, это особенно интересно. Расскажи, как устроен рабочий процесс в Tesla. Ну, мой случай, он немножко индивидуален, потому что у меня нету как dedicated команды. Я более как соло-игрок. То есть команде нужен ресурс, им нужен front-end и UX специалист. И они там делают реквест, что им на месяц или на два нужна будет моя помощь. Поэтому я все время работаю с разными людьми и разные проекты. Ну, например, какие у тебя были проекты, над чем ты работал? Первое, это просто дэшборд для менеджеров, у которых там таски приходят и им нужно быстро approve decline. Нужно было делать мобильную версию и десктопную. Потом, по-моему, logistic team. Сейчас, как ты знаешь, у нас выпуск модели 3, модел 3. И очень много заказов. И это все нужно очень быстро отправлять по всему миру. И мы работали над приложением, собственно, чтобы оптимально найти какие-то все пути и возможности для отправки в Европу и в Азию. Интересно. Ну, а вот, например, в вашем списке есть? Украина, Россия, Беларусь? По-моему, я не видел. Украину я искал, Украину я не видел в том. Мне кажется, ближе всего это, я знаю, в Голландию у нас отправка идет. Интересно. Ну, давай тогда поговорим поподробнее о технологиях, которых ты используешь в работе в Tesla. Использую я JavaScript. Я с бэкэндом не работаю. У нас, наверное, 90% программистов это фуллстэк-девелоперы. Есть кому этим заниматься. Я работаю с Angular. Есть компания вообще, как делится на 2 лагеря. Те, кто использует React и те, которые используют Angular. Для всех внутренних продуктов мы больше используем Angular, а в паблик-фейс аппликейшены, я думаю, большинство из них использует React. А как, вот я спрашивала тебя о рабочем процессе, но хотелось бы поподробнее узнать процесс от постановки задачи до выхода, вот, окончательной точки этого процесса? Как происходит это? В принципе, бизнес-сторона всегда приходит уже к нашему менеджеру и с ним обговаривает какие-то реквайрменты, в принципе, что они хотят из функционала нового видеть. Потом мы все садимся, это обговариваем и составляем какую-то уже там адженду и бэклог, что мы хотим делать там на следующий спринт или даже на квартал иногда. То есть у вас планирование, да? Да. Таких прям дедлайнов и горят сроки, такого нет у нас? Сроки, они во всех компаниях всегда горят, все нужно сделать быстро и на вчера, но, как бы, это уже зависит от менеджера и от программиста, как он умеет менеджить свое время. Илон Маск, да? Здесь, конечно, многие мечтают его увидеть, но самая главная такая легенда, которая о нем ходит, ну, в принципе, наверное, это не может быть легендой, потому что у человека огромное количество компаний, они все какие-то интересные, разные, что он очень эффективный, при этом он очень много работает, там по 100 часов в неделю. Насколько вот его интенсивность отражается на работе в целом и, в частности, на работе разработчиков? Собственно, на работе разработчиков это не очень отбивается, мне кажется, здесь на производственной линии. Он все время хочет видеть какие-то изменения, усовершенствование, быстрее, качественнее, он требовательный. Ну, то есть у вас, ну, насколько у тебя высокий уровень стресса на работе? Со скольки до скольки ты работаешь? Я работаю с 7.30, с 8 до 4, 4.30. Интересно. Хорошо, а ты вообще видел Илона Маска? Да, месяц назад у нас был all-hands meeting. Мы специально пришли за часть раннюю, чтобы просто сразу стоять возле сцены, и так, в принципе, как тебя, вот так и видел. Да. Селфи не разрешили делать, у него охранники это дело контролируют. Да, но вообще какое впечатление у тебя он произвел? Ну, это, во-первых, знаешь, вау, ты этого человека видишь на ютубе, по телевизору, а вот он здесь живой возле тебя стоит, да. Такое впечатление было огромное. Ну, да. Ну, ты знал, да, когда еще жил в Украине, ты знал о этих проектах, о нем? Да, да. Поэтому, когда я получил реквест от Тесла, я так немножко, знаешь, ну, я не знаю, это же Тесла, самокритичная. Ну, это была компания твоей мечты отчасти, да? Да, да. Да? Ну, здорово. Мне кажется, каждый программист, где бы он ни жил, он мечтает о работе в Силикон Волле. Какие бенефиты дает Тесла тебе, как фулл-тайм программисту, помимо зарплаты? Акции компании. Акции компании. Это большая доля? Просто у нас есть возможность покупать их по средней цене за полгода. Интересно. А есть ли у вас скидка, например, на Теслу? Все спрашивают. Нет, только на футболке Тесла. Только на футболке? Ну, и брелки и так далее. Нет. У нас только есть приоритет в очереди на третью модель. Насколько я знаю. Дело в том, что я делала недавно интервью тоже с программистом Тесла. Он говорил, что у вас большая скидка есть. Может быть, ты просто не знаешь? По-моему, около 50%. Я не думаю. Ну ладно, хорошо. Может быть, это... Иначе все бы уже, наверное, ездили на Тесле в таком случае. Поскольку у тебя есть такая возможность покупать акции там по какой-то... Ну, со скидкой, условно говоря, да? Ты пользуешься этой возможностью? Я, да, я пользуюсь. Пользуешься. Но компания при этом очень зависит от акции. Зависит от различных случаев, которые происходят на дорогах с Теслой, да? Да. И, естественно, от этого акции падают. Насколько у тебя это нервирует, когда очередной случай произошел, и ты знаешь, что у тебя акции? Понимаешь, любая инновация – это всегда риск. Это никогда нет гарантии, прилетит, причем даже при первой попытке. Поэтому я понимаю, что, да, это все время, как знаешь, горький американский вверх-вниз. Но сказать честно, я не нервничаю. Я уверен, я знаю, что Маск, он делает... Он знает, что... Он уверен в том, что он делает, и уверенно идет к цели. Ну да. Давай тогда подробнее поговорим о собеседованиях. Я знаю, что ты уже скоро начнешь проводить собеседование самостоятельно. И наверняка уже как-то в курсе того, как этот процесс устроен изнутри, то есть с другой стороны, да? Уже не со стороны интервьюируемого, а интервьюера. Есть ли какие-то в компании запреты при проведении интервью? Например, я знаю, что в Амазоне нельзя спрашивать головоломки. Как устроен у тебя? Я не слышал каких-то таких специфических ограничений у нас. И мне кажется, каждый человек выбирает уже свой стиль собеседования, как ему удобнее, потому что мы ищем человека себе в команду. То есть я понимаю, что я буду, наверное, следующих полгода-год работать с этим человеком вместе. Поэтому, не знаю, уже какой-то придумаю свой подход, что ли. Но ты еще не занимался, вот тебе уже совсем скоро придется интервьюировать кандидатов. Ты уже где-то наметил себе, как ты будешь это делать? Что бы ты спросил? Прикидывал. Ну, во-первых, часто случается, что человек, у него 8 страниц резюме, а ты его начинаешь спрашивать по пунктам и понимаешь, что он даже своего резюме не знает. Кто его составлял, непонятно. Наверное, начать даже с этого. Просто, мне кажется, после 5 минут уже можно, ты понимаешь, в принципе, или человек действительно, он технически подкован сильно, или это просто, знаешь, составил, там, я не знаю, придумал половину. Ну, да, да, подогнал по требованию, да? Мне более всего кажется, лучше видеть, не знаю, skill set, это по pay programming. Когда ты сидишь с человеком, ты даешь задание, и здесь, я не знаю, наверное, в большинстве случаев человек не сможет решить задачу, потому что это стресс, это ограничение во времени, но ты хотя бы можешь увидеть, как человек думает, и, в принципе, ход его мыслей. А вот вне кадра ты сказал, что у вас устроено собеседование так, что вы проводите непосредственно, вот если вам нужен в команду человек, то вы его и собеседуете. Да. А как принимаются финальные решения по этому кандидату? Так, как я знаю, что у нас парни собеседовали, в принципе, на работе, каждый просто потом пишет фидбэк, они садятся уже потом вместе и обсуждают, и каждый какие-то имеет свои pros and cons. Ну, то есть человек, если он прошел какое-то собеседование не идеально, то он все равно имеет шанс пройти. Да, это был, кстати, мой случай такой был. Четыре с пяти я прошел, и просто там сказали, ну, давай еще поговоришь еще с одним человеком, just to make sure. Здорово, интересно. Значит, не стоит расстраиваться, если где-то что-то подзаварилось. Всегда, всегда есть человек, которому ты по тем или иным причинам просто не понравишься. Это нормально. Да. Ну, пиши твой типичный рабочий день. Вот ты так рано идешь на работу. Да, я иду, потому что я не хочу застрять в пробке. И у нас open space. Я стараюсь прийти рано и уйти рано, чтобы меньше людей просто было, и я мог реально сфокусироваться на работе. Ну, то есть не много людей работает с восьми часов. Нет, с десяти, наверное. Я первое время, когда сюда переехала, меня пугали вот эти знаки на дорогах, где карпулы, да, выделенная полоса, которая дает преимущество в движении, да. И они работали, по-моему, с пяти утра и до десяти утра. До девяти, я не знаю. Или до девяти, да. И я думала, боже, неужели здесь все так рано ездят на работу? Как на самом деле? Ездят ли? Нет, на самом деле, если я выезжаю в часов семь, мне на работу дорога занимает 20 минут. Если я там уже после восьми, это уже 30-35. Поэтому вообще проблем нет. То есть основная масса где-то к девяти приходит на работу? Да, да, между восемь и девять часов. Ну, все равно рано достаточно. Ну, давай вот расскажи о том, ты приходишь на работу, какие у тебя, ну, вот что составляет твой рабочий день? В принципе, я всегда стараюсь искать какое-то тихое, укромное местечко для работы. Потому что если я сижу все время на своем рабочем месте, куча людей приходит, а можешь нарисовать, сделать ту иконку. Ты объясняешь людям, что у тебя совсем другой сейчас график работы, ты не можешь все бросить. Ну, и из-за этого нужно научиться отказывать. Поэтому я иногда стараюсь просто где-то спрятаться. Если я знаю, что мне нужно, у меня есть два дня, чтобы закончить работу, я не могу отвлекаться ни на что другое. Понятно. А как много в твоей работе отнимают времени митинги какие-то? Вообще нету. Вообще нет? Я, наверное, самый счастливый девелопер, у которого, по-моему, один митинг в две недели. Да, я себе там сам так составил, что все, у меня есть пленинг на месяц, после этого, наверное, еще может быть там две-три встречи, где я просто показываю свои варианты макапов. И если уже финальное решение было принято, их утвердили, тогда все. После этого вообще никаких митингов до конца релиза. На этом у нас все. Я думаю, что... Заглянешь в комментарии, если... Да, да, обязательно отпишу, что будет интересовать. Святослав как раз-таки говорил, что когда он переезжал, ему не хватало информации по поиску работы, и поэтому он, собственно, и согласился дать интервью, чтобы помочь вам в реализации своих планов. За что ему спасибо. Ну, а вам спасибо за то, что вы досмотрели это видео. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok